признаки болезни печени. Главное её правильно настроить и главное её восстановить. Самая главная функция печени – детоксикационная функция. Так какие же есть неявные признаки, что с печенью действительно есть проблемы? Друзья, я всех приветствую на своём YouTube-канале, который посвящён здоровью. Меня зовут Евгений Козлов, и я практикую традиционную китайскую медицину, фитотерапию, нутрициологию и другие направления, которые ведут человека к здоровью. Сегодня мы с вами пообщаемся на тему печени. Это одна из самых моих любимых тем, и мы сегодня будем обсуждать именно признаки болезни печени. Есть признаки явные. Мы можем у человека увидеть пожелтение склеер, мы это можем увидеть по анализам, по повышению печёночных ферментов, АЛТСТ или повышению билирубина. Мы это можем увидеть по УЗИ брюшной полости. И, конечно же, это тоже очень важные анализы и важный метод диагностики. Но есть неявные признаки, на которые практически никто не обращает внимания. А между тем, печень очень сильно влияет на работу нашего организма. Дело в том, что печень – это самый главный орган, который находится в брюшной полости и влияет практически на все другие внутренние органы. В китайской медицине и в медицине Индии, в Аюрведе, печень считают королевой всех органов. Потому что именно от неё зависит то, как будет работать вся система. Если даже обратить внимание на происхождение слова «печень», то слово «печень» происходит от слова «печь», «печёт». Когда раньше на Руси строили дома, то первое, что строили, всегда – печь, печку. И только уже потом вокруг печки строили дом. Поэтому именно печень задаёт темп и ритм всему организму. И многие люди думают, с чего же начать работать с организмом. А там, с очищения кишечника, с очищения лимфатической системы, с очищением кровеносной системы, или, может быть, пить какие-то противокандидные протоколы. Так практически всегда мой ответ будет однозначен – начинать нужно с печени, с королевы нашего организма. У печени большое количество функций, которые она выполняет. И если хотя бы одна из функций выпадает, то страдает из этого весь организм. Первое, что мы должны понять – это печень является таким определенным мусоросборником нашего организма. Через печень постоянно циркулирует кровь 24 часа в сутки. И именно в печени происходит расщепление и метаболизация всех токсинах, всех гормонов, всех веществ, которые попадают внутрь нашего организма. И самая главная функция печени – детоксикационная функция. Поэтому если мы хотим поработать с темой детоксикации, то первое, с чем мы должны работать – это печень. Причем печень сама будет очищать наш организм. Главное – ее правильно настроить и главное – ее восстановить. Вторая основная функция печени – это синтез желчи. И именно синтезируя желчь, с желчью выходят все токсины. Поэтому если печень у человека плохо работает, то, соответственно, токсины выходят плохо изнутри организма. И в организме будет очень сильная интоксикация. И что бы вы ни пили – сарбенты или какие-то другие дренажные препараты, пока вы печень свою не восстановите, пока вы с ней не разберетесь, токсины все равно будут циркулировать. Третья функция печени основная – это печень является депо крови. То есть в печени хранится большой объем крови на запас. Следующая функция – это печень является органом, который влияет одновременно и на белковый, и на жировой, и на углеводный обмен. То есть печень – это главные метаболические органы. Когда человек занимается восстановлением своего метаболизма, конечно же, нужно обращать внимание на печень. Печень также является хранилищем жирорастворимых витаминов и витамина В12. Вот, поэтому печень – важнейший орган, на который нужно обратить внимание и которым нужно обязательно заниматься. Так какие же есть неявные признаки, которые могут говорить нам о том, что с печенью действительно есть проблемы? Первый признак связан с кожей. Если у человека есть какие-то кожные высыпания, прыщи, и неважно на какой области тела, это нам сразу будет говорить о том, что печень плохо будет выполнять свои детоксикационные функции. То есть, если печень не справляется с выведением токсинов, то организм эти токсины будет выводить изнутри наружу через кожу. Поэтому мы должны запомнить основное правило. Если организм что-то вывел наружу, это говорит о том, что есть какая-то токсическая нагрузка. И, скорее всего, она связана с печенью. Безусловно, она может быть связана и с почками, и с кишечником, и с лимфатической системой. Но начиная мы всегда осмотр с печени. Второе, то есть, второй неявный признак, на который мы можем обратить внимание, это появление коричневых пятен. Мы эти пятнышки называем пигментными или печёночными. Я думаю, обращали внимание на то, что у многих людей на лице появляются вот такие коричневые пятна. Эти пятна также часто появляются на руках. Мы эти пятна ещё в медицине называем старческими. И вот эти пятна являются индикатором работы печени. То есть, эти пятна появляются только тогда, когда биохимия печени плохо начинает работать. Причём на анализах вы точно увидите, что УЗИ будет хорошее, печёночные ферменты. На отличных показателях билирубин тоже будет хороший. Но биохимически печень будет плохо работать, что будет приводить к образованию таких пятен. Поэтому, если у вас начали образовываться такие печёночные, или мы их ещё, повторюсь, называем старческие пятна, обязательно обратите внимание на свою печень и займитесь ей. Если у вас такие пятна есть, обязательно пишите в комментариях, когда у вас эти пятна появились и начали ли вы с ними какую-то работу. Печень выделяет желчь, а эта желчь ещё способствует усвоению жиров и жирорастворимых витаминов. Таких, как витамин А, витамин Е и витамин Д. И дело в том, что эти жирорастворимые витамины влияют на состояние кожи. И частая причина сухости кожи, сухости в том числе даже кожи на пятках, раннее появление морщин всегда будет завязано за функцией печени. То есть, печень плохо работает, плохо синтезирует желчь, то есть, желчь плохого в том числе качества. Соответственно, эта желчь плохого качества будет плохо эмульгировать жиры, жирорастворимые витамины. И это просто приведёт к тому, что кожа не будет дополучать вот этих компонентов. Это просто будет приводить к раннему старению кожи. Поэтому, если хочешь, чтобы у тебя кожа всегда хорошо выглядела, была подтянутой, в хорошем тургере, обращай внимание на печень. То есть, кожа нам всегда показывает и подсказывает, что же творится с нашей печенью. Следующий такой неявный признак, который показывает, что могут быть проблемы с печенью. Это то, как мы себя чувствуем каждое утро. Дело в том, что печень особенно активно начинает работать ночью, обезвреживая весь наш организм от токсинов. И если ты плохо себя чувствуешь по утрам, чувствуешь себя утром так, как будто пил с друзьями вечером и праздновал какой-то большой праздник, то это просто говорит то, что организм пребывает в состоянии интоксикации и твоя печень не справляется. Поэтому тоже обращая внимание на этот знак, он может говорить о том, что биохимически печень не может справиться. В следующих видео, я думаю, чуть подробнее расскажу, как именно печень работает. У печени есть две фазы детоксикации, и это будет говорить о том, что детоксикация печени на текущий момент у тебя слабая. Какие же еще есть признаки, которые будут говорить нам о том, что печень плохо работает? Это появление красных точек на теле. Как правило, эти точки появляются на животе, на спине. Мы их называем ангиомами, и эти точки тоже будут говорить о том, что биохимические процессы в печени снижены. Это вот такие внешние признаки, на которые обязательно обращаю внимание, чтобы понять, что с твоей печенью происходит. Как мы можем еще дополнительно оценить функции печени? Здесь мы уже будем смотреть УЗИ брюшной полости. Если у тебя на УЗИ брюшной полости в желчном пузыре образовались камни, то это будет говорить не о патологии желчного пузыря. Это в первую очередь будет говорить о патологии печени. То есть у тебя формируется настолько густая желчь, настолько плохого качества, что вот эта желчь потом превращается в камни. Безусловно, это может быть и связано и с желчным пузырем, потому что она плохо оттекает из желчного пузыря. Но зачастую первая причина находится в печени, которая синтезирует очень густую желчь. Поэтому, если ты видишь камни, это сразу тебе прямой намек на то, что занимайся не только рассасыванием этих камней, но и занимайся биохимией своей печени и восстановлением текучести своей желчи. Я знаю то, что большую часть моих слушателей в Инстаграме, в Телеграме, те, кто приходят ко мне на эфир, на эфиры, на приемы, это женщины. Так вот, печень будет напрямую влиять на ваше женское здоровье. В печени происходит метаболизм эстрогенов. И если печень будет плохо работать, то эти эстрогены не будут метаболизироваться, и будет развиваться такой синдром, который называется эстрогенодоминирование. Это будет приводить к образованию эндометриозов, к образованию фиброзно-кистозной мастопатии, к образованию кист на яичниках. Поэтому в китайской медицине мы всегда начинаем лечение подобных заболеваний с восстановлением детоксикационной функции печени. То есть печень влияет практически на весь организм, и очень важно подмечать на первом этапе, как работает у тебя печень. Я хотел бы обратить внимание вот на какой факт. Ко мне очень часто пациенты приходят и говорят, что вот после 30 лет, когда они уже пьют алкоголь, они пьянеют гораздо быстрее и чувствуют себя гораздо хуже, нежели это было в 18 лет. И постоянно у меня спрашивают, а почему так, с чем это связано? Так это связано с печенью. Печень хуже стала просто этот алкоголь метаболизировать, хуже стала его перерабатывать. Поэтому с теми пациентами, с которыми мы занимаемся над восстановлением биохимии печени, с помощью трав, с помощью фитопрепаратов, с помощью иглу каловния, герудотерапии, специального питания и образа жизни, мы это полностью восстанавливаем, и человек уже так быстро не пьянеет, да, то есть и нет такого отравления, потому что печень опять, как в молодости, может все это мощно переварить и переработать. Идем дальше. Печень вырабатывает желчь, и одна из функций желчи – это стимулировать твою перистальтику. И если желчь плохого качества, то у человека будут запоры. Поэтому, когда у человека запоры, причин запоров, конечно же, много, но одна из причин – это плохой отток желчи. Ввиду этого запор тоже может говорить о том, что биохимия печени снижена. Обращай на это внимание. Я думаю, мы уже много обсудили таких интересных подсказок, знаков, которые говорят нам о том, на что обратить внимание. И после этого видео начнешь анализировать, что именно относится к тебе. Обязательно напиши это в комментариях, как давно ты это увидел, и как это у тебя проявляется. Мне это будет очень тоже интересно почитать. И если какие-то будут вопросы, обязательно их пиши. Все это еще обсудим. Цикл по печени будет обязательно продолжаться. Это было первое видео, в котором мы рассматриваем такие тревожные звоночки, первые тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание. Но, конечно же, если ты нашел вот эти признаки, то обязательно стоит пойти уже сдать анализы. Анализы мы всегда классически сдаем. Первое – это делаем УЗИ брюшной полости, где смотрим состояние печени и желчного пузыря. Напоминаю своим подписчикам то, что желчный пузырь смотрится и лёжа, и стоя, то есть в двух проекциях. И сдаем анализы крови. Это такие анализы, как АЛТ, СТ, печёночные ферменты, и билирубин общий. Конечно же, к этому было бы здорово сдать еще общий анализ крови, и такие анализы, как СОЭ, скорость оседания эритроцитов, и ЦРБ, цирреактивный белок. Вот, тогда мы можем понять, что с точки зрения классической медицины происходит с твоей печенкой. Я уверен, что это видео тебе было очень полезно и интересно. Обязательно ставь колокольчик, лайк. Это поможет развитию моего канала, поскольку это мои первые видео. И буду очень благодарен, если ты этим видео поделишься со своими друзьями, знакомыми и родственниками, чтобы они начали разбираться в физиологии, анатомии своего тела, и, может быть, они уже найдут какие-то первые признаки, на которые нужно обратить внимание, чтобы серьезно заняться печенью. А я, в том числе, в следующих видео, обязательно расскажу, что нужно с этим делать. Благодарю вас за внимание. Обязательно пишите внизу под видео свои комментарии, и ставьте лайки и колокольчики.